Уважаемые телезрители, вы только что смотрели прямую трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. А сейчас мы продолжаем выпуск новостей. Итак, первому президенту Казахстана Ельбасы Нурсултану Назарбаеву присвоили звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Об этом стало известно в ходе пятого юбилейного международного саммита. В эти минуты встреча проходит в столице. Участие в ней принимают представители высшего уровня пяти стран-участниц ЕАЭС. Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Почетных гостей лично встречал глава государства Касымжамарт Токаев. Сразу же после рукопожатия и фотографии на память стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня. Открыл заседание совета президент Республики Казахстан. Токаев поприветствовал участников саммита и отметил, что сегодняшнее заседание приурочено к празднованию двух юбилейных дат от 25-летию идеи евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Отдельно разрешите поприветствовать автора идеи, инициатора евразийской интеграции, первого президента Республики Казахстан Ельбаса Нусултана Абишевича Назарбаева. Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента Казахстана идея евразийской интеграции стала реальностью, которая заметно переформатировала экономический и, можно сказать, геополитический ландшафт континента. Поэтому, учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нусултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту Российской Федерации за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку. Евразийский экономический союз расширяет круг международных партнеров. Об этом в ходе заседания Высшего экономического совета заявил премьер-министр Армении. Встреча прошла в узком составе. Никол Пашинян привел несколько примеров развития евразийской интеграции. Скоро в силу вступит договор о свободной торговле с Ираном. Подписано уже соглашение об обмене информации с Китайской народной республикой. Идут переговоры с Вьетнамом, Сингапуром, Египтом и Сербией. Все это откроет новые возможности для экономики и бизнеса стран-участниц Евразийского экономического союза. Цель правительства Армении работать над дальнейшим развитием Евразийского экономического союза, сделать его более эффективным и более привлекательным для наших международных партнеров. Я надеюсь и уверен, что наши решения будут способствовать таким развитием. Товарооборот между республиками, входящими в состав ЕАЭС, достиг 60 миллиардов долларов США в прошлом году. Такую вот цифру на заседании Высшего экономического совета в расширенном формате привел первый президент Ельбасы Нурсултан Азербайев. Объединили возможности пяти стран, и мы занимаем первое место в мире по добыче нефти. 20% от мировой добычи, газа, урана 44%, ведущие позиции по углю, выработки электроэнергии 5% мировых. И многим другим позициям, в том числе в сельском хозяйстве, который мы еще как следует не разработали. То есть можно гордиться такими показателями и быть в таком союзе. ЕАЭС – это большая территория, которая объединяет и Европу, и Азию. Служит жизненным торгово-экономическим пространством, коридором для огромной части земли. У нас большое уважение. Это не к вашей стране, к вашему народу. Мы хорошо знаем историю вашего народа, которые, кстати говоря, тесно переплетаются и с историей нашего народа. Поэтому у нас очень много общего. Но если говорить о конкретных вещах, то большой практический интерес представляет армянский рынок для нашей индустрии. Мы могли бы тесно сотрудничать и в плане использования логистических возможностей Казахстана. Я думаю, что мы могли бы разработать товарные позиции двух государств с тем, чтобы придать необходимый импульс торгово-экономическому промышленному сотрудничеству между нашими странами. Спасибо большое, уважаемый господин президент. Вы правы. Отношения между нашими странами традиционные были и есть дружественными, теплыми. И Евразийский экономический союз создает новые возможности, чтобы сделать эти отношения крепче в экономическом смысле. Конечно, экономические связи растут, но нужно еще признать, что тот потенциал, который есть в этой сфере, не используется полностью. И нужно еще над этим много поработать, чтобы между всеми странами Евразийского экономического союза были такие отношения, чтобы тот потенциал, который существует, был реализован на полном объеме. Кстати говоря, казахстанские компании могут зайти на нефтяной рынок Армении. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян. Он объяснил, что в Армении долгое время царила монополия в нефтяной сфере, но вот теперь партнер Казахстана по ЕАЭС заинтересован в привлечении новых игроков. Я знаю, что есть казахстанские компании, которые интересуются этим. Они даже сейчас начали конкретную деятельность в Республике Армении. Я надеюсь, что это поспособствует дальнейшему развитию нашего нефтяного рынка. Что касается отсутствия границы, вы знаете, это фактор, который будет иметь некоторые воздействия на ситуацию. Но, в общем-то, я думаю, что бизнес уже адаптировался к этому и нет таких непреодолимых барьеров. Полное интервью с премьер-министром Армении. Смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей в 20.00. Но в целом немало казахстанских предприятий сегодня успешно работают в едином экономическом пространстве. Одна из таких компаний, где производят тентовые ангары, находится в Костанайской области. А продукция реализуется во многих регионах Российской Федерации. Чтобы удержаться в занятой нише и выдержать бешеную конкуренцию, на предприятии решили внедрять новые технологии. Наша собственная разработка. Мы считаем, что в мире такого нет, по крайней мере, мы такого не видели. Вот это энергосберегающий ангар. Алексей Аман презентует свое творение нашей съемочной группе. Весь секрет в темной стороне ангара. По сути, это воздушная подушка. У нас было на улице минус 20, там на выходе 30-40 градусов. То есть тепла. Мы там получали плюсовую температуру. В принципе, абсолютно там не затрачивали никакой энергии. Дополнительной энергии. Здесь только единственное, надо вот, планируем поставить 6 вентиляторов, маленькую одну панельку солнечную, которая запустит эти вентиляторы. И все, и процесс пошел. И получается ангар самосогревающийся. Новые разработки помогают снизить себестоимость. А это немаловажно в борьбе с конкурентами на их территории. Предприятие, которым руководит Алексей, производит тентовые ангары. Работают также на экспорт. Пока только в Россию. Недавно в конструкциях решили заменить стальные трубы на стеклопластиковые. Для их изготовления используется обычный песок. При сравнении с производством стальной трубы, данная технология отличается своей простотой. Производство таких профилей может наладить, в принципе, небольшое среднее предприятие численностью 10-15 человек. Для этого потребуется склад площадью 500 квадратных метров. По мнению экспертов, реализация высокотехнологичной продукции – именно то направление, к которому сегодня должны стремиться предприятия стран-участниц Евразийского экономического союза. Это позволит в первую очередь улучшить качественный показатель товарооборота, основная доля которого по-прежнему приходится на минеральное сырье. Негативно сказывается и присутствие на рынках стран контрафактной продукции. Решением этой проблемы может стать появление унифицированных наднациональных норм маркировки товаров. Это будет очень серьезный порыв. Тогда мы убираем наших конкурентов, очень серьезных конкурентов. И тогда и Республика Казахстан, и Российская Федерация получают очень серьезный инструмент взаимного продвижения нашей продукции. Но решение о внедрении этой практики может быть принято только на уровне глав государств. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Кустанская область, Хабар-24. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»